Всем привет! Больше трех месяцев я уже пользуюсь Canon USR и кажется настало время поговорить про эту камеру. Расскажу вам про ее плюсы и минусы, которые я выявил, чтобы вы для себя смогли решить нужна вам такая камера или нет. Начнем с того, что я всегда очень тщательно подхожу к выбору фотокамеры, когда покупаю ее для себя. И к моменту покупки обычно я представляю себе все плюсы и все минусы фотоаппарата, которые покупаю. И стоит отметить, что минусы в принципе есть у любой камеры. Другой вопрос, что я стараюсь выбрать фотоаппарат, плюсы которого перекроют для меня его минусы. Именно так дела обстоят с Canon USR. Эта камера не идеальна, но она мне подходит. И знаете, что самое крутое? Она мне нравится. Давайте я буду рассказывать по порядку. Canon USR это полнокадровая беззеркальная камера от компании Canon. До 2018 года Sony практически полностью оккупировала рынок полнокадровых беззеркалок. Еще какой-то небольшой был процент продаж у Leica, но ее можно вообще не учитывать. Но в 2018 году одновременно Canon и Nikon выпускают свои полнокадровые беззеркальные камеры. В 2019-м немного позже то же самое делает Panasonic. И вот наконец-то борьба за будущее фотоиндустрии начинается с полной силой. К сожалению, Canon пришлось сделать ESR с оглядкой на имеющиеся полнокадровые зеркальные решения. И таким образом в ценовом ряду компании эта камера заняла место между Canon 6D Mark II и Canon 5D Mark IV. Конечно, это отразилось на функциональности. Несмотря на то, что матрица сюда была добавлена от старшей модели Canon 5D Mark IV, но вот некоторые профессиональные фишки для этой камеры зажали. Это касается и карт памяти, здесь всего один слот для карточек. Это касается и скорости серийной съемки и каких-то других мелочей, которые здесь могли бы быть, но в угоду маркетинга их здесь нет. И в принципе это классическая история для Canon и она достаточно печальна для тех, кто покупает эти камеры. Теперь давайте повнимательнее посмотрим на камеру. Первое, что ты видишь, когда берешь камеры в руки, первое, что ты ощущаешь, это, во-первых, визуальные ощущения от камеры и тактильные. Что касается визуала, то камера мне понравилась внешне, хотя я смотрел фотографии изначально в интернете, и мне визуально Canon ESR нравился гораздо меньше, чем та же Sony, чем тот же Nikon Z. Но вживую эта камера выглядит очень даже неплохо, в том числе благодаря интересному цвету. Камера выполнена в темно-сером цвете, в отличие от стандартных решений Canon, которые делаются в черном цвете. Темно-серый цвет очень этой камере идет. Что касается тактильных ощущений, то в целом все вот эти вот резиночки, это стандартная история для Canon, но вот покрытие пластика и сам пластик у меня вызывает некоторые вопросы. С одной стороны я, конечно, понимаю, что он такой суровый, износостойкий и все такое, что, скорее всего, он будет служить долго. И это все в угоду надежности сделано. Но с другой стороны, ну знаете, ни о каком софт-таче здесь речи не идет. Здесь действительно очень суровый, жесткий и не особо приятный лично мне на ощупь пластик. Могло быть и лучше. Что касается хвата, то он мне здесь понравился. Кто смотрит мой блог, тот в курсе, что до этого я снимал на Fujifilm X-T20. И камера действительно хороша, но вот ее хват вряд ли кто-то может отнести в плюс. И после такого хвата здесь, конечно, это просто мана небесная. Потому что, в принципе, хват этой камеры можно сравнить с небольшими полнокадровыми зеркалками, вроде Nikon D610, который у меня когда-то был, вроде Canon 6D. То есть, в принципе, рука очень удобно лежит на рукоятке. Конечно, немного провисает мизинец, но такое случается и с топовыми зеркальными решениями. Совсем недавно у меня был Pentax K1 второй версии на тесте. И там, в принципе, мизинец также немного свисал. Здесь, наверное, хват немножко похуже, чем у того Pentax. Но все равно это сделано очень хорошо, как для беззеркальной камеры. Органы управления здесь серьезно отличаются от того, что привыкли видеть владельцы зеркальных камер на своих пятаках, Canon 6D и других подобных камерах зеркальных от компании Canon. Ну, во-первых, здесь нет классического колеса вокруг кнопки OK, как у тех же пятаков. Здесь появилась вот такая вот сенсорная панелька. Здесь вот появилось такое колесико под большим пальцем. В общем, у этой камеры гораздо больше отличий, чем сходств с ее зеркальными братьями. Давайте теперь немного расскажу подробнее. Что касается сенсорной панели, то тут проще всего можно объяснить мое отношение к нему. В общем, сенсорная панель просто отстой. И вот я пытался к ней приспособиться. Я вообще не хотел эту тему раскрывать, но раз уж у нас обзор, давайте расскажу. Я пытался приспособиться, но проблема вот в чем. Во-первых, чтобы ее активировать во время съемки, нужно ее немного зажать. Поддержать некоторое время, тогда она станет активной. После этого вы должны с помощью нее перемещаться. Вы уже можете перемещаться между определенными пунктами, например, менять зоны фокусировки. Или можете в режиме просмотра, например, листать фотографии. Но во время ее использования постоянно возникает ощущение, что она потупливает, подтормаживает. И в общем, работает не так, как классические кнопки. И из-за того, что ее работа выбивается от работы остальных элементов, но ее просто неудобно использовать лично мне. И сегодня я ее не использую совершенно. И эта сенсорная панель не была бы настолько печальным зрелищем, если бы здесь присутствовал джойстик. Но его здесь нет. Я на самом деле не понимаю, в чем проблема. У того же Fujifilm X-T3, который мы недавно тестировали, джойстик был. Здесь его нет. Очевидно, оставили для более старшей модели, которая определенно скоро выйдет. Управлять точками фокусировки здесь неудобно с помощью элементов управления. Приходится нажимать несколько кнопок последовательно. Сначала выбрать, например, систему фокусировки по точке. Потом нажать кнопку изменения точки фокусировки. Переместить саму точку фокусировки. В общем, это очень неудобно. Но есть здесь один способ изменения точки фокусировки, от которого я просто тащусь. На самом деле он был и у Fujifilm X-T3, но там я вообще этого не ценил. А здесь это очень сильно пригождается. Когда вы фокусируетесь через видоискатель, вы большим пальцем можете выбирать точку на экране. Экран в этот момент погашен, но он отвечает на ваше нажатие. И вы можете просто выбрать точку, ткнув в определенную часть экрана. Буквально видоискатель представлен на экранчике в этот момент, ну, например, четвертью самого экрана. И, по сути, по этой четверти вы можете водить пальцем, выбирать любую точку фокусировки. Это очень удобно. Но этого есть как минимум один недостаток. Если вы фотографируете в зимнее время года и вы используете перчатки, то вы просто не сможете пользоваться этой системой. Потому что сенсорный экран здесь емкостный и реагирует на нажатие именно пальца. Опять же, если мы заговорили про экран, то тут я его могу только хвалить. Он действительно очень крутой. Он поворотный. Он сенсорный. Он очень крупный. И очень яркий. Вот реально один из самых ярких экранов фотоаппаратов, который я видел. И это очень круто, когда вы снимаете днем в солнечную погоду. В общем, что хорошо, то хорошо. И за что можно похвалить Canon, то почему бы это не сделать? Экран здесь просто бомба. А вот что касается видоискателя, то здесь все не так однозначно. Вообще, во-первых, я должен отметить, что здесь я очень часто им пользуюсь. То есть тот же X-T20, который у меня был, я там практически видоискатель не использовал. Я там снимал в основном через экран. Здесь же я очень часто снимаю через видоискатель. Он большой, крупный. У него отлично все видно. Но вот у него есть такой недостаток. Он сильно бликует. И я не очень понимаю, с чем это может быть связано. Причем таких бликов я не наблюдал ни на одной другой камере. То есть X-T3 взять, X-T20 взять. Да любой фотоаппарат, в котором я пробовал использовать электронный видоискатель, не давал таких бликов. Ну, если мы говорим про современные камеры. То есть и почему такие блики возникают в видоискателе, не совсем понятно. Чтобы вы поняли, насколько это критично. Вот когда я снимал город при низком солнце, то есть уже ближе к закату, пользоваться видоискателем было настолько неудобно, что я просто вот в эту солнечную погоду снимал через экран. Через экран было гораздо удобнее. То есть настолько он здесь плохо функционирует, когда реально слепит солнце. И это сейчас солнца практически нет. Что будет летом? Настоящая загадка. Посмотрим, как он будет справляться через несколько месяцев. Что касается кнопок на корпусе, которые мне не понравились. Первая кнопка это iPhone. Она расположена прям под большим пальцем. Постоянно ее нажимаю случайно. И поэтому пришлось не особо важную функцию на нее назначить. Назначил переключение видоискателя. Кнопка видеозаписи, но явно могла быть лучше, когда вы держите вот так вот камеру. Нажимать на нее, ну мягко говоря, неудобно. То есть, ну, это та вещь, которую можно было сделать лучше. И которую другие бренды умудряются делать лучше. Здесь вот она сделана таким образом. Нажимать ее достаточно сложно. Рычаг включения. Но вот каким он был неудобным всегда, таким он и остался. То они здесь его расположат, то здесь расположат. Никак не могут найти для него места. Между тем, Nikon, Sony, Pentax знают, где должен быть рычаг включения. Он должен быть вот здесь. Предположим, проектировщики Canon говорят, у нас очень удобная кнопка спуска. И поэтому здесь нельзя разместить кнопку включения. Я допускаю это. Но у меня есть одна камера Canon, у которой просто идеальная кнопка включения. Это Canon 200D. Кнопка включения расположена под большим пальцем. И вы одним движением можете включать и выключать камеру. А не второй рукой, понимаете? Здесь нужно использовать две руки, чтобы включить камеру. Это не очень удобно. И почему нельзя придумать что-то другое, что они сделали для Canon 200D, мне не совсем понятно. Но эта штука осталась по-прежнему неудобной, какой была всегда. Что касается верхнего экрана, я его не могу к минусам отнести. Просто так я стал замечать, что я вообще им не пользуюсь. Вот что он есть, что его нет, но вообще не использую. И знаете, это очень сильно контрастирует с тем, как было на зеркальных камерах. То есть для меня всегда экран на зеркальных камерах верхний был просто must-have. То есть без него было действительно сложно обходиться. Здесь же никакой особой потребности в нем я не испытываю. Я не могу сказать, что он плохой или еще что-то такое про него сказать. Он хороший, хорошо работает, у него есть подсветка. Но он не востребован. Вот в этом проблема. Но нельзя же все ругать, согласитесь, да? Давайте что-то похвалим из элементов управления. Кнопка спуска. Как была она отличная, так она отличная осталась. Да, они не разместили, как я уже сказал, кнопочку включения куда-нибудь сюда. Рычажок включения. Но кнопку спуска они хотя бы хуже не сделали. Палец лежит идеально. Очень удобно фотографировать. И ее нажатие действительно приносит определенные удовольствия. Второй момент, который мне понравился, как ни странно, это вот эта кнопка мод. Когда вы на нее нажимаете, вы можете сменить режим съемки. Переключаться между приоритетом диафрагмы, мануальным режимом и так далее. Также вы можете переключиться с помощью кнопочки инфа на, соответственно, видео съемку. И уже в режиме видео менять режимы съемки. И, собственно говоря, это удобная кнопка. То есть, вроде занимает мало места и функциональность достаточно неплохая. И мне, в принципе, эта штука понравилась. Наверное, она не очень привычная после классических колес, которые позволяют вам менять режимы. Но все-таки штука эта достаточно удобная оказалась. И это однозначный плюс. Ну и вот это вот колесо, которое расположено здесь под большим пальцем. Ну это просто отличное решение. То есть, честно вам скажу, в отличие от многих владельцев пятаков, я не любил никогда вот это вот колесо, которое здесь около кнопки ОК располагалось. Знаете, вот это мне гораздо более удобная история. Очень удобно переключать экспозицию, править, управлять выдержкой. Ну то есть, функционал примерно такой же, но вот он теперь расположен под большим пальцем. Классная штука. И также хочу затронуть пару моментов, которых мне в этой камере не хватает. Во-первых, мне не хватает отдельного рычажка, который позволяет переключаться между режимом фото и видео. Такой рычажок есть, например, у серии Nikon Z. Это удобно. Второй момент, которого мне не хватает, это отдельные кнопки для переключения между видоискателем и экраном. Ну, например, в Fujifilm X-T20, X-T3 такая кнопка есть. И она, опять же, удобная. Почему здесь ее не сделали, мне не совсем понятно. Третий момент, которого мне не хватает, это отдельные кнопки Wi-Fi, которые, например, есть на Canon 200D. То есть, все-таки камера современная, хочется иногда сбросить что-то на смартфон. И почему бы не сделать для этого отдельную кнопочку где-нибудь на краю корпуса, которая бы была неприметной, которую бы нельзя было случайно нажать. Ну, в принципе, как это сделано на Canon 200D. Что касается различных разъемов, то, естественно, у нас здесь есть разъем под микрофон, разъем под наушники, есть HDMI-вход. Что касается карт памяти, то, как я уже говорил, здесь всего одинарный слот под карточки памяти. Используются карточки формата SD. И просто в ноги кланяюсь Canon за то, что они используют SD-карточки. Они не поймешь что, что сложно приобрести, легко потерять и невозможно забыть. На самом деле, очень удобно пользоваться именно SD-картами. Они доступные, их просто найти. И, в принципе, они у всех уже есть, да, скажем так. Жалко, конечно, что здесь не двойной слот, как у того же Sony A7 третьего поколения. Но мы все понимаем, почему так произошло. Что касается аккумулятора, то он здесь на 1865 мАч. Эта емкость, в принципе, стандартная для подобного рода камер. У Nikon, у Pentax все примерно то же самое. Вы помните, недавно Pentax K1 мы обозревали. Там емкость была аналогичная. Здесь этого хватает где-то на 1000 кадров. Лично мне я снимал на механическом затворе. 1000 кадров вполне можно сделать. Знаю, что многие снимают сериями по 2000 кадров. Я видел несколько отзывов на этот счет. Возможно, я не пробовал. Я практически не снимаю сериями. Поэтому одиночными снимками у меня выходит около 1000 кадров. Вполне можно сделать. Конечно, если вы будете более-менее экономно расходовать энергию на фотоаппарате. Не будете на максимум яркость экрана, яркость видоискателя выставлять. То вот такие вот показатели. В принципе, аккумуляторы неплохие. Они использовались в четвертом пятаке. Проблема с ними только в том, что стоят они 5000 рублей за штуку. Представляете? 5000 рублей за аккумулятор для фотокамеры. Это, конечно, очень много. Безусловно, есть какие-то недорогие решения китайские на Алиэкспресс. Можно взять сразу два аккумулятора плюс зарядник за 1500 рублей. Но не особо хочется использовать неоригинальные решения. С ними возникают проблемы. А вот родные решения, ну уж слишком дорогие. Поэтому я пока что еще коплю на второй аккумулятор. А теперь давайте поговорим про работу фотоаппарата. Впервые за 30 лет, даже чуть больше, Canon поменяла байонетное крепление у своего полнокадрового фотоаппарата. Крепление EF появилось еще в 1987 году, соответственно, на малоформатных пленочных камерах. И потом перекочевало на цифровые зеркалки. И только сейчас полнокадровый фотоаппарат получил новый байонет. Связано это с чем? Они убрали зеркало, уменьшился рабочий отрезок, соответственно, нужно уже было менять байонет. Можно было бы оставить, наверное, и старый байонет, если бы они, соответственно, вот этот вот переходник стали встроенным в камеру. Но это, да, выглядело бы с эстетической точки зрения не очень хорошо. Плюс новый байонет это все-таки какое-никакое движение вперед. Новый байонет у нас и у Nikon Z, и у Sony A7, соответственно, был новый байонет. Поэтому здесь нет особого смысла что-то говорить компании Canon в плане того, что надо было оставлять старый. Они пошли по пути современному, как поступают и другие фирмы-производители полнокадровых беззеркальных решений. Поэтому здесь все, в принципе, нормально. Помимо того, что у нас уменьшился рабочий отрезок, также у нас увеличилось количество контактов у байонетного крепления. Заявляют, что это повлияет на передачу информации от объектива к фотоаппарату. Будут передаваться дополнительные данные, в том числе информация по аберрации. Как вы поняли, все те, кто любят недорогую EF-оптику от Canon, не будут обижены. Потому что камера, вообще-то, по умолчанию идет вот с таким вот переходником EFRF. Соответственно, EF-объектив вы спокойно можете подсоединять к новой тушке Canon ESR. Помимо EF-объектива, здесь еще можно подключать и EFS-стекла. Вы можете с их помощью как фотографировать, так и снимать видео. Вообще, подробно про эту тему, про использование EFS-оптики на Canon ESR, я рассказывал в отдельном ролике на нашем канале. Ссылка есть в описании. Если вам интересно, проходите, ознакомьтесь. Что касается совместимости подобных решений, я уже попробовал EF-объективы, EFS-объективы, объективы Tamron. И у меня не было никаких проблем пока что. Они работают так, как они бы работали, если бы это была обычная зеркалка с байонетом EF. То есть, действительно, переходник не создает никаких дополнительных проблем при использовании оптики. Или, по крайней мере, на сегодняшний день я ничего подобного не испытал. Говорят, что, возможно, проблема совместимости с объективами вроде Sigma 35 мм. Но, опять же, до того момента, как вы обновите прошивку на Sigma, и тогда уже никаких проблем вроде как быть не должно. Опять же, все это по слухам. Лично мой опыт показывает, что никаких проблем при использовании объективов через переходник не возникает. Конечно же, работает он намного лучше, чем аналогичные переходники для системы Sony. Вы знаете, что многие, кто покупал Sony A7, они через сторонние переходники подключали оптику от Canon к фотоаппаратам Sony. Естественно, там такие связки работают гораздо хуже, чем здесь. Здесь у нас и автофокус работает полноценно в режиме фото, в режиме видео, слежение за глазами, все что угодно. Все здесь работает отлично. Что касается RF оптики, у меня ее пока что нет. Стоит она просто нереальных денег. Просто кошмар. И знаете, вот это я, конечно, говорю про 50 мм 1.2 RF и 2870 F2.0 RF. Я понимаю, что в какой-то степени это уникальные объективы. Но их цена за полтинник просит 150 тысяч рублей. За 2870 еще больше, насколько я помню, 180 тысяч рублей. Цена просто неподъемная. Мне кажется, даже профессионалы вздрогнут от таких ценников на оптику. Только один объектив на сегодня под Bnet RF можно назвать доступным. Это RF 35 мм 1.8 макро. В принципе, достаточно универсальное решение. Подойдет для многих задач. Но у меня к нему есть некоторые вопросы. Я посмотрел различные обзоры, тесты его. Не совсем мне нравится, как он работает. Поэтому я не планирую пока его себе покупать. Но посмотрим, что будет в дальнейшем. Что касается использования мануальной оптики. Вообще, это тема для отдельного видео, скорее всего. Она на нашем канале будет. Я еще над этим вопросом думаю. Если будет много желающих посмотреть именно эту тему, я ее раскрою. Но вот если кратко, использование мануальной оптики на камере Canon ESR, безусловно, более приятное занятие, чем на зеркальных камерах. У нас здесь есть фокус пикинг. У нас здесь есть дополнительный помощник фокусировки, так называемые клиния. Когда вокруг зоны фокусировки у вас такие два клина. И они начинают сходиться по мере того, как вы настраиваетесь на резкость. Эта штука очень помогает при ручной фокусировке. Но есть ряд нюансов. Во-первых, клиния не работают с различными китайскими переходниками. Они не работают с переходниками без чипа. То есть это для чипованной оптики. При этом чип должен быть качественным. Если мы говорим про оптику M42, то есть всеми любимые Гелиусы, Юпитеры и так далее. То, чтобы подключить подобную оптику, вам нужен одуванчик Лушникова. С китайскими чипами работать камера не будет. Причем она не будет совсем с ними работать. Ее реально начинать колбасить, глючить и так далее. Лучше вообще не пользоваться подобными переходниками. Если у вас нет одуванчика Лушникова, то вариант использовать переходник без чипа. Тогда у вас не будет работать вот этот помощник под названием клиния. Но зато у вас будет фокус пикинг. То есть это тоже облегчает жизнь. Вы можете использовать фокус пикинг или по старинке приближать кадр. И настраиваться на резкость уже на глаз. Вот такой вот момент по использованию мануальной оптики основной. Также хотелось бы отметить, что безусловно Bnet RF в перспективе дает возможность использования в том числе различной дальномерной оптики старой. То есть с Bnet M39 или 39, ну соответственно. Вот. Пока что очень мало переходников подобного плана. На Алиэкспресс можно какие-то варианты уже найти. Но определенных в будущем станет больше. И все смогут использовать на ESR, на системе ESR, мануальную оптику. Так же как ее используют, например, на Sony E. Там без особых проблем это все делается. Я знаю, что многие переходили на Sony E в том числе. Потому что там можно очень удачно, очень удачно использовать различную мануальную советскую или не обязательно советскую оптику. Хочу еще пару слов сказать про дуванчик Лушнякова. Но когда вы его устанавливаете и используете на Canon ESR, чтобы у вас корректно работали клинии, безусловно, вам еще придется откалибровать сам переходник. То есть спрограммировать его, чтобы клинии не промахивались, чтобы резкость наводилась точно. То есть это такой вот вариант Backfront Focus. Вам придется его на этом переходнике настроить. Самого же Backfront Focus, безусловно, на камере не наблюдается. Это все-таки удел зеркалок. Здесь все попадает точно, спасибо отличной системе автофокусировки. Canon ESR не имеет встроенной вспышки. В принципе, она на камере такого уровня не нужна. Внешние вспышки работают хорошо. Но, по крайней мере, вспышка, которую я использовал, это 430-я второй версии. Вообще никаких проблем с ней нет. Отличная вспышка работает с этой камерой. Все в штатном режиме. На фотоаппарат можно снимать с электронным затвором. Здесь это называется бесшумный режим. На самом деле, они эту возможность не особо-то афишируют. Она скрыта достаточно глубоко в меню. Если мы берем тот же Fujifilm X-T3 или даже X-T20, там даже на отдельную кнопочку можно поставить смену механического на электронный затвор и так далее. И вообще, электронный затвор в том же X-T3 работал намного лучше. Это касалось и скорости съемки, и различных искажений, которые возникают во время съемки с электронным затвором. Здесь у нас очень явное мерцание при съемке с искусственным источником освещения. Здесь я врать не буду. Я на Fuji не помню, как этот момент отрабатывал, но здесь мне это очень сильно бросилось в глаза. К тому же, сам бесшумный режим, назван так не зря. Он снимает бесшумно, вообще не издаевая никаких звуков. С одной стороны, это, конечно, плюс, но иногда нужно, чтобы все-таки звуки были. Чтобы человек, которого вы фотографируете, понимал, что вы сделали кадр, менял позу, мог расслабиться на долю секунды и так далее. Если нет таких, соответственно, возможностей настройки звука, то это иногда становится проблемой. И поэтому, в том числе, я бесшумный затвор здесь не использую. То есть, искажения возникающие, то, что нет звука и так далее, все это заставляет меня снимать с механическим затвором. Не скажу, что я особо из-за этого страдаю, но все-таки хотелось, чтобы современная камера имела хороший электронный затвор. Что касается механического затвора, то тут есть несколько режимов съемки. Я имею в виду, конечно, то, что здесь есть тихий режим, так называемый. Работает примерно так же, как на зеркальных камерах. Звук затвора становится немного тише и сама съемка как будто немного более заторможенная становится. Из-за этого мне этот режим не нравится. Вообще, я все это дело отключаю, соответственно, и снимаю просто с обычным механическим затвором без всяких там ухищрений. Особенности работы здесь механического затвора заключаются в том, что здесь нет как такового black screen в прямом смысле этого слова. То есть вы понимаете, что на многих камерах, когда вы делаете кадр, у нас экран на долю секунды темнеет, ну просто выключается, потом изображение появляется снова. То есть это сделано по примеру зеркальных камер, да? Когда у нас поднимается зеркало, делается кадр, зеркало опускается, вы снова видите картинку. На электронных видоискателях же не нужно поднимать зеркало. Canon здесь делала немного по-другому. Когда вы делаете кадр, он на долю секунды застывает в видоискателе, после чего вы можете продолжать снимать дальше. То есть вместо того, чтобы видеть черный экран, вы на очень короткое время видите снятый кадр. Производители стараются уменьшить время, на которое гаснет экран, но тем не менее black screen все равно сохраняется. Здесь они его сделали таким образом. И не могу сказать, что это хорошо по той простой причине, что появляется ощущение, что аппарат подтормаживает. Как будто вы играете в какую-то игру с высокими требованиями к компьютеру, и ваш компьютер ее до конца не тянет. И знаете, вот вы идете, она раз притормозила, вы дальше продолжаете идти. И вот такое ощущение складывается, когда вы снимаете без black screen. Поэтому, наверное, с одной стороны это плюс, с другой стороны это минус. Я все-таки предпочитаю, когда black screen сохраняется. Если вы не можете полностью от него избавиться, то лучше пусть будет он, чем вот такое затормаживание времени. Давайте теперь перейдем непосредственно к вопросам фотосъемки. Здесь для автофокуса используется пресловутый Dual Pixel Auto Focus, который используется уже много на каких камерах Canon, уже давно себя зарекомендовал. Они тут заявляют тысячи точек фокусировки, но все это не имеет никакого значения. По сути, количество точек не важно. Давайте про реальную работу этой системы поговорим. С Dual Pixel Auto Focus очень нравится мне снимать портреты. В том числе потому, что он может фокусироваться по глазу. То есть, ну, максимальная точность фокусировки при съемке портрета вам, по сути, обеспечена. Пока, правда, автофокус по глазу не работает в режиме слежения. Но в ближайшей прошивке они обещали это добавить. Я делал небольшую съемку параллельную портрета с помощью Canon ESR и Pentax K1 2 версии. И знаете, на беззеркалку Canon, Canon ESR, намного это делать удобнее. Намного удобнее снимать портреты в студии в том числе. Ну, потому что фотоаппарат сразу находит лицо, сразу на нем фокусируется. Он может подстраивать экспозицию под освещенность лица непосредственно. То есть, ну, это все очень удобно. И, ну, за это огромный плюс, конечно, подобным камерам. И в этом плане они, конечно, уже опережают зеркальные камеры. Еще хотелось бы про экспозицию немного отметить такой момент. Если вы снимаете человека и камера не может определить его лицо в кадре, например, он далеко находится от камеры или что-то еще, то он, фотоаппарат выставляет определенную какую-то соединенную экспозицию. Но если он после этого вдруг находит лицо, экспозиция резко может измениться. И это на самом деле не очень удобно, особенно если вы пытаетесь как-то ее подстроить, там, добавить стоп, там, ну, вносить экспокоррекцию, соответственно. То есть, это не очень удобно. И, скажем так, даже дело не в том, что это не очень удобно. К этому нужно привыкать к работе этой системы. Что касается следящей автофокусировки, то я тут особых проблем не заметил. Но я не могу сказать, что я много ей пользовался. Ну, потому что погода на улице отвратительная. Особо никакую движуху поснимать не удавалось. Думаю, что еще в ближайшее время я этот момент буду тестировать. Но пока что каких-то вау или наоборот, что здесь все плохо, я сказать не могу. То есть, у меня пока нейтральное впечатление по поводу серийной съемки. Да и скажу честно, что я не так уж часто ею пользуюсь, в принципе, в жизни. Что касается изображения, то здесь фотоаппарат можно снимать как в RAW, так и в JPEG, естественно. RAW здесь двух видов. Обычный и сжатие с потерями. Он называется S-ROW, если мне не изменяет память. В принципе, я пока не понял для себя, что там такие за потери. Возможно, буду отдельно этот момент тестировать. Но я использую именно этот формат S-ROW. Он позволяет экономить достаточно много места, потому что фотографии в этом формате в S-ROW занимают от 12 до 20 мегабайт. Что, конечно, гораздо меньше, чем полноформатные RAW файлы с 30-мегапиксельной матрицей, которая установлена в этот Canon ESR. Вот мы плавно и перейдем к вопросу матрицы. Здесь матрица на 30 мегапикселей. По сути, она перекочевала из Canon 5D Mark IV. Нужно сказать, что этой матрицы звезд с неба не хватает в синтетических тестах. Если мы посмотрим рейтинги матриц на сайте DXOMark, то там просто 20 фотоаппаратов впереди Canon ESR с точки зрения качества матрицы. То есть, многие лучше себя показывают на высоких ISO, у ряда камер лучше динамический диапазон и так далее. На самом деле, то есть, камера, получается, уступает с точки зрения матрицы и Nikon, и Sony, и Pentax. То есть, другим полнокадровым решением и Panasonic у нового уступает. Но проблема, знаете, в чем? Что в реальных условиях очень сложно заметить эту разницу, которая есть в тестах. То есть, я пытался как-то ее найти, но это, ну, знаете, такое занятие. Для меня гораздо более важно, как камера передает цвет. И здесь с этим, по-моему, просто все отлично. Вот в этом плане, как же я страдал, когда у меня был Nikon D610? Как же я мучился с выправлением цвета? На Canon ESR все намного проще. Вообще, на мой взгляд, на сегодня есть два лидера с точки зрения цвета скинтона. Это Fujifilm и это Canon. Если мы берем Fujifilm, например, X-T2 или Canon ESR, Canon 5D Mark IV, Canon 5D Mark III, они все дают очень приятный скинтон. Что касается детализации, что касается шумов на высоких ISO, то, как по мне, камера выдает картинки малоотличимые от конкурентов. По крайней мере, на глаз эту разницу очень сложно заметить. Единственная моя проблема заключается сейчас в том, что у меня нету хороших, действительно современных объективов под Canon ESR, ну, когда-нибудь. Кстати, почему-то многих будоражит тема, что перед матрицей стоят шторки, которые эту матрицу закрывают от грязи и пыли, когда вы меняете объектив. На самом деле у меня такого восхищения по этому поводу нет, потому что грязь на матрицу может попасть и после того, как вы подсоединили объектив, если на самом объективе была грязь и пыль, то есть уже в процессе съемки и так далее. Но все-таки это какая-никакая защита матрицы и, возможно, кому-то это будет интересно. Но, как по мне, это просто мелочь, от которой приятно не более того. Что касается видеосъемки. То, в первую очередь, меня всегда волнует автофокус. И здесь в режиме автофокуса работает все тут же Dual Pixel. Такой же, какой работает в Canon 200D, который я использую уже второй год как. В принципе, все работает хорошо. Можно использовать полнокадровые, можно использовать кроп, стекла, снимать Full HD, снимать 4K. Об этом я уже рассказывал вообще-то в видео про EFS оптику и про видео там было в том числе. В отличие от Canon 200D у ESR есть настройки скорости автофокуса, точности автофокуса. Ну, в общем, я их не использую, честно скажу. У меня там все стоит по средним значениям. Я решил, что, в принципе, и так все нормально работает. Dual Pixel здесь работает и в Full HD, и в 4K. Когда вы снимаете с EFS оптикой, Dual Pixel также работает. Единственная проблема с EFS оптикой в том, что 50-60, в котором в секунду вы не сможете снимать, только 25-30. Но об этом я также ранее уже упоминал. Что касается качества видео, то тут есть на самом деле два варианта битрейта. Для Full HD и для 4K. Есть вариант IPB, который дает 60 Мбит в секунду битрейт. Есть вариант All Intra, 170-180 Мбит в секунду для Full HD. Для 4K первый дает 120 Мбит в секунду, второй в районе 480 Мбит в секунду. На самом деле я использую не самые дорогие карты памяти, прямо скажем, для этого фотоаппарата. И их вполне хватает для того, чтобы снимать в любом режиме, кроме 4K All Intra. В этом режиме действительно карточка нужна очень быстро, иначе начинается буферизация, видео подвисает и перестает снимать. То есть буквально несколько секунд вы сможете с средними карточками снять видео в таком режиме. Но на мой взгляд он особо и не нужен, файлы занимают огромное количество места. Поэтому мой выбор это либо Full HD в All Intra, либо 4K в IPB. Мне кажется это оптимальные варианты. Что касается 4K, то здесь он идет с кропом. Именно поэтому удобно снимать накропнутые стекла. Но кроп здесь вообще зверский, 11.5 или даже 1.8. И при этом у нас здесь всего 25-30 кадров в секунду. То есть если мы вспомним тот же Fujifilm X-T3, то там у нас 50-60 кадров в секунду можно снимать. Если мы вспомним Sony A7 III, например, то там можно снимать без кропа. То есть что касается 4K, то тут конечно мы тоже немного ограничены. Что касается лог режима, то он здесь предустановлен. Он есть, с помощью него можно писать видео на карту памяти 4.2.0.8 бит, если не ошибаюсь. В отличие от того же Canon 5D Mark IV, в котором этого режима предустановлено не было. Здесь он соответственно установлен, так сказать, с завода. Если вы помните историю с 5D Mark IV, то изначально в лог он снимать видео не умел. После того, как они обновили определенную прошивку, лог режим можно было установить за дополнительную плату в сервис-центре. Или купить камеру с установленным лог, но за большие деньги. В общем, такая там была сложная система. Здесь все есть, все снимает. Но конечно мне режим лог не очень понравился, потому что его можно использовать только в мануальном режиме. Никакие автоматические настройки в нем не работают, включая автоис. Поэтому это уже такой момент для профессионалов, которые хотят заморачиваться именно при съемке видео. У меня такой задачи не стоит, поэтому я снимаю в обычных режимах этой камеры. И в принципе никаких проблем особо не испытываю. Здесь сами файлы, сами режимы, они более гибкие какие-то, наверное. Но это, наверное, связано с лучшим динамическим диапазоном, чем у того же моего Canon 200D. Здесь видеофайлы выглядят гораздо более привлекательными. Если перестать умничать про битрейт, про лог, про 4К, то можно сказать просто. Мне понравилось, как эта камера снимает видео. Как работает она с экспозицией, как работает автофокус. Все это сделано классно. И в совокупности мне понравилось, как эта камера снимает видео гораздо больше, чем тот же Fujifilm X-T3. То есть, безусловно, у X-T3 более профессиональное какое-то использование предполагается. Там больше заморочек, больше настроек. И Canon цепляет именно своей простотой. Здесь все доступно, здесь все понятно. И в принципе никаких проблем не возникает. К тому же поворотный экран мне очень-очень сильно помогает снимать видео в режиме блога, чем я сейчас вот и занимаюсь. Конечно, очень жаль, что камера не работает в режиме видеосъемки от Powerbank. Это был бы неплохой плюс для этой камеры. Но пока такой возможности нету и приходится использовать дополнительные аккумуляторы, которых у меня тоже нет. Да. Ну а теперь давайте поговорим про конкурентов. Canon 5D Mark IV это внутренний конкурент ESR. На момент покупки ERC было отличное предложение на эту камеру благодаря кэшбэку. Стоимость была по итогу такая же, как на ESR. Но даже это не сподвигло меня вновь купить зеркальную камеру, большую и тяжелую. Я хотел более современную камеру с электронным видоискателем, с поворотным дисплеем. А учитывая, что ESR еще и FS объективы поддерживает, то это вообще был идеальный вариант лично для меня на фоне 5D Mark IV. Что касается Sony i7 III, то это один из главных конкурентов Canon. Sony знали, что Canon выпустит беззеркалку им в конкуренты. И поэтому сделали из третьей A7 настоящего монстра. Шикарные фото и видео возможности, двойной слот под карты памяти. Вообще у этой камеры почти нет минусов с точки зрения большинства. Но теперь вспоминаем два момента. Первый. Я люблю хороший цвет в портретной съемке. И второе. Мне нужно писать блог, для чего мне нужен поворотный экран. И только эти два факта уже заставляют усомниться в выборе Sony i7 III лично для меня. Но есть еще минимум один повод. У меня нет никакой оптики для Sony i7. У меня и для Canon ее было немного, но учитывая отличную совместимость камеры со старыми стеклами, я понимаю, что без проблем найду вариант для себя на вторичном рынке. А вот в Sony все не так просто. Оптика на альфу стоит очень дорого, даже не родная. Если мы говорим про переходники для Canon оптики, то я вообще это не признаю. Просто если вы уж покупаете Sony, то зачем извращаться и ставить кривой переходник под чужую оптику, который априори будет работать хуже, чем на Canon. Искать миноутовскую оптику под Sony может и можно, но ее на вторичке существенно меньше, чем оптики под Canon. Что тоже создает проблемы. В общем, Sony оказался не вариантом лично для меня. Nikon Z6 это еще один конкурент. Со времен Nikon D610 я боюсь света Nikon, честно вам скажу, и его автофокуса в видеорежиме я тоже боюсь. Возможно, сейчас это уже не актуально, и Z6 полностью этот порочный круг разорвала. Но это мы с вами совсем скоро узнаем. Это вам такая небольшая затравочка на будущее. Тем не менее, если вы внимательно смотрели видеоролики на моем канале, или присутствовали на стримах, которые я иногда провожу, то вы знаете, что Nikon я не рассматривал в принципе. Просто из-за усталости от системы. Все-таки я ей пользовался много лет. Nikon Z6 очень похожа на ESR. Они вышли практически одновременно. Они являются прямыми конкурентами. Если вы вспомните противостояние Nikon D700 и 5D Mark II, D800 и 5D Mark III, D4 и 1DX. Сейчас все начинается по-новому. Будет интересно за этим понаблюдать. Fujifilm X-T3, это конкурент от Fuji, является более доступным решением, чем ESR и прошлые камеры-конкуренты. Также, в отличие от остальных, он уступает ESR по размерам матрицы. Здесь у нее кроп полтора. Тем не менее, это максимальная современная камера. С отличными видеовозможностями она прекрасно проработана с точки зрения мелочей. Все-таки это уже третье поколение камеры. Она более продвинутая, чем ESR во многих вопросах. Но многие ранее описанные нюансы, по которым я не выбрал A7 или Z6, актуальны и здесь. Поворотного экрана нет, оптика дорогая. Ну, к тому же, ее здесь немного. И мне все-таки хотелось желание некоторой новизны. А я напомню, что до этого снимал на X-T20. В общем-то, это все заставило отказаться от X-T3. Panasonic S1, это темная лошадка и последний конкурент, которого мы рассмотрим. Он вышел совсем недавно. Вообще, этот фотоаппарат не был анонсирован на момент, когда я купил ESR. Ну, даже если бы был, я бы его, скорее всего, не купил. Из-за просто невероятной стоимости как на сам фотоаппарат, так и на совместимую оптику. Ну, и какой у нас итог. Я купил этот фотоаппарат, зная все его плюсы и минусы наперед. Я долго не решался выпустить обзор на него. Не только потому, что я хотел, чтобы этот обзор был тщательным, продуманным, чтобы я смог изучить все детали этого фотоаппарата, но еще и потому, что этот фотоаппарат мне изначально очень сильно понравился. Я боялся, что это ощущение со временем улетучится. Но сейчас прошло уже достаточно много времени, и мои впечатления не изменились. Мне очень нравится этот фотоаппарат. И кажется, что это самое главное. Снимать тем, чем тебе хочется снимать. Тем, что тебе нравится, а не тем, что якобы лучшее по каким-то там рейтингам. Покупать ли эту камеру вам, я не знаю. Я постарался рассказать про все плюсы и минусы этого фотоаппарата, поделиться своим впечатлением. Возможно, вам больше подойдет камера от Sony или от Nikon. Это уже вы должны решить самостоятельно. Особенно, если учесть, сколько сейчас стоят полнокадровые беззеркалки от этих брендов и от Canon в том числе. Ну, действительно, 2-2,5 тысячи долларов. Это просто огромные деньги для жителей нашей страны, согласитесь, для фотолюбителей из России. Пожалуй, сегодня я рассказал все, что хотел. Это был обзор фотоаппарата Canon ESR на канале Полный Кадр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И главное что? Главное, делайте правильный выбор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...